Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Тема сегодняшнего нашего разбора это плюсы и минусы кредитной карты от Сбербанка. У каждой карты кредитной есть какие-то свои нюансы. То есть какие-то, может быть, условия считать за минус, ну, наверное, не всегда правильно, потому что по большей степени потребители считают какие-то условия кредитной карты за минус, не разобравшись в них. То есть человек, допустим, не понимает, как начисляется процентная ставка и считает, что кредитная карта это вообще невыгодно, это не нужно брать и полностью и категорически от нее отказываются. Но если знать правильные условия, то можно посчитать, что карта довольно-таки выгодная. При оформлении кредитной карты вам выдается договор. Не пренебрегайте им. Его нужно внимательно изучить. Тогда вы будете знать все какие-то так называемые подводные камни и будете осведомлены в тех или иных ситуациях. К примеру, касаемо снятия денежных средств с кредитной карты, это не очень выгодно, потому что процент начисляется за снятие, плюс у вас убирается льготный период. Таким образом, вы не получаете каких-то выгод, в отличие от того, если вы будете пользоваться кредитной картой только для оплаты покупок. Поэтому, наверное, вот попользовавшись кредитной картой, вот, да, чисто от себя, я хочу сказать, есть вот такой момент, который бы я, наверное, отнесла бы за минус. То есть, немножко неправильно идет у Сбербанка, и некорректно, наверное, я бы даже сказала, да, льготный период. Потому что Сбербанк предоставляет 50 дней, но по факту получается 30 дней – это льготный период, и 20 дней – это количество времени, за которое нужно погасить этот самый платеж, который вы потратите. Поэтому, если, к примеру, вы решили сделать новую покупку к концу месяца, у вас там всего, получается, несколько дней льготного периода, и далее пошло уже время в течение 20 дней, чтобы эту сумму погасить. И опять-таки, да, если вы в этом не разобрались, то вы будете совершать покупки, думая, что вот я только оплатил, да, и у меня опять лимит у меня стопроцентный, я сейчас совершу покупку, у меня будет опять 50 дней. Нет, к сожалению, это не так. Поэтому вот эти все какие-то минусы, которые мы считаем за минусы, да, их можно перевернуть в плюсы, если в этом всем разобраться. И тогда каких-то отрицательных эмоций по каким-то кредитным картам, кредитным продуктам у нас не будет. Поэтому, имея кредитную карту от Сбербанка, ознакомьтесь со всеми условиями, высчитайте все процентные ставки, если вдруг вы будете платить сумму потом по истечении льготного периода, чтобы знать все за и против, и плюсы, и минусы. Ну и не забывайте о каких-то льготах и акциях для абонентов банка, Сбербанк, да, что вам могут быть какие-то более лояльные условия. И тогда вы будете еще больше в плюсе, наверное, чем все остальные пользователи кредитных карт от Сбербанка. Под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, можете ознакомиться. А это видео было записано специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok